Добрый вечер. В студии Наталья Панина на телеканале «Причал новости». Главные темы этого выпуска. Поздно сообщили о ЧП. В поселке Светлый сгорел частный дом. В огне погиб его хозяин. В перестановке в Камчатской полиции. Игорь Орещак покинул Елизовский отдел и возглавил Петропавловское ОМВД. Любовь за деньги. В Елизово за действия, связанные с проституцией, задержаны почти 10 женщин. Кто живет на планете Блонеда и где зарыт клад адмирала Прайса? На эти вопросы отвечает детский писатель и врач-онколог, живущий на Камчатке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как выяснилось, это сам владелец дома. Специалисты говорят, что к таким трагическим последствиям привело позднее сообщение о пожаре. Кроме того, почти отсутствовали подъездные пути к месту происшествия. Причину пожара сейчас выясняет испытательная пожарная лаборатория. По статистике, в зимний период, в частности, в жилом секторе, причиной пожара служит неправильная эксплуатация отопительных печей, а также неправильная установка этих печей. Убедительная просьба граждан при эксплуатации отопительных печей соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять отопительные печи без присмотра. С 1 февраля увеличилась цена проезда в общественном транспорте. Однако стоимость социального проездного билета в этом году останется прежней. 100 рублей в месяц составляет цена такого проездного билета, на который, напомним, имеют право особые категории федеральных и региональных льготников. Действие социального проездного распространяется и на муниципальный, и на междугородный транспорт. Это 16 пригородных маршрутов. В Петропавловске перевозкой пассажиров занимаются 17 предприятий, которые ежедневно выпускают на линию более 180 автобусов. По данным Краевого министерства труда и социального развития, ежемесячно социальными проездными билетами пользуются более 27 тысяч камчатцев. С сегодняшнего дня увеличена стоимость разовой поездки в общественном транспорте. Теперь она составляет 18 рублей. Также подорожали обычные проездные. Проездной на февраль земляки приобретают уже за 724 рубля. Елизовчанки попались на проституции. Из трех сусенерш одна также трудилась на ниве любви. Полиция выяснила, что под руководством 30-летней гражданки работали 8 женщин. Трое из них в момент, когда нагрянула полиция, находились при исполнении в местной сауне. В ближайшее время их обвинят в проституции. За это по закону полагается штраф от 500 до 1000 рублей. По действующим у елизовских мамок расценкам, один час общения с девушкой стоил 3500 рублей. В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятий проституцией». Полицейские также нашли квартиру, где проходили встречи с клиентами. Задержанные жительницы города Елизово, которые на протяжении года предоставляли всем желающим девушек для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение. Одна из них, 32-летняя гражданка, помимо того, что сама развозила на машине девушек по адресам, также предоставляла интимные услуги за деньги. Всего под руководством 30-летней жительницы Елизово трудилось 8 женщин. Все они жительницы Камчатского края. На трех девушек, которые в момент задержания находились в местной сауне, составлены административные протоколы за занятие проституцией. Также в ходе проведения работы полицейские установили личность еще одной жительницы города Елизово, которая предоставляла свою квартиру в качестве места встреч девушек с клиентами. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее. Перестановки в Камчатской полиции. Новым начальником ОМВД города Петропавловска-Камчатского стал подполковник полиции Игорь Орещак. В системе правоохранительных органов он работает 20 лет. Свою деятельность начинал оперуполномоченным уголовного розыска. Последние четыре года Игорь Орещак возглавлял отдел внутренних дел Елизовского района, а до этого руководил четвертым отделом милиции в Петропавловске. Приказ о его назначении накануне подписал начальник ОМВД края Александр Сидоренко. Я жну руку, на которую возлагается большая ответственность, и требования в этом году будут повыше. Я не буду зачитывать послужной список, присаживайтесь. Вы знаете этого человека, он здесь работал и продолжил здесь работу. В пятницу в актовом зале городского ОМВД на партизанской Игорь Орещак был официально представлен личному составу. Со многими подчиненными ему уже доводилось работать. Новый начальник уже приступил к исполнению своих обязанностей. На Камчатке продолжают подпольно играть в азартные игры. Игровые автоматы возвращаются в клубы, откуда их уже изымали. Так, игры с использованием одноруких бандитов вовсю шли в заведение, расположенном в торговом центре «Десяточка». Эта точка появилась в полицейских сходках чуть более года назад. Тогда же все нелегальное оборудование изъяли. Через время в одном из помещений торгового центра игровые автоматы появились вновь. Во время рейда сотрудники правоохранительных органов насчитали 16 аппаратов. Также отличился и клуб, действующий в торговом центре «Планета». В нем нашли 37 одноруких бандитов. Еще одно нелегальное заведение действовало в одном из бывших пивных баров на улице Звездной. Помещение вместило 18 игровых автоматов. За январь полицейские изъяли более 100 единиц оборудования. Все клубы работали без официальных названий. Их владельцы отлично знают, что игровой бизнес уже несколько лет вне закона. Как правило, подобные игровые клубы работают без всевозможных вывесок. Их трудно найти человеку несведущему. Там существует определенный фейс-контроль, установлены видеокамеры. Случайно человек туда попасть не может. Все это затрудняет работу полиции. Тем не менее, делается все возможное и в дальнейшем будет делаться для того, чтобы подобных заведений у нас не было. Какая по счету во вселенной планета Блонеда и где зарыт клад Адмирала Прайса? Об этом знает замечательный детский писатель, обладатель Международной премии имени Крапивина, который живет и работает в Петропавловске. О том, как в одном человеке уживаются врач-онколог, писатель и краевед узнала Людмила Крупенчик. Мальчишки нашли записку таинственную, вот такую, зашифрованную. Мальчишки, есть мальчишки, они сразу себе, значит, в голову били, что там читалось, что что-то клад, значит, кто-то вспомнил, что была война, да, тут захоронили Адмирала. Главный редактор издательства показывает иллюстрации к будущей книге «Клад» и другие полезные ископаемые и рассказывает, о чем она. Место действия – Петропавловск. Герои – обычные школьники, которые во что бы то ни стало вознамерились отыскать клад Адмирала Прайса. Это художественная книга, в основе которой лежит, конечно же, скульпулезное собрание вот этих документов, исторических фактов, на которые автор опирается, опирается мастерски и в то же время не выпячивает ничего. Вот она история как бы вот сама собой подразумевается, и все это так подано и интересно, что любой ребенок, ну, наверное, там от 6 до 10 лет, если он уже умеет читать, ну, наверное, лет 10, 15, 16, он же с удовольствием это будет читать и узнавать историю. Это уже далеко не первая книга Павла Калмыкова, но первая, которая увидит свет на полуострове. Все предыдущие издавались в Хабаровске, Екатеринбурге, Москве. Широкая известность пришла к автору в 1989-м. Тогда в Уральском следопыте вышла повесть «Школа мудрых правителей» или «Истории королятника», где действия происходят на вымышленной планете Блонеда. Врач по образованию, радиолог Калмыков, уже много лет трудится в краевом онкологическом диспансере. Он признается, что медицина и литература появились в его жизни практически одновременно. Я писателем и врачом стал примерно в одно и то же время. То есть в годы моего студенчества у нас в институте был клуб по интересам литературный. Были у меня друзья интересные. Мы писали. Со временем выяснилось, что у меня это получается лучше, чем у других. Жизнь у Павла Калмыкова очень насыщенная. Помимо работы в онкологическом диспансере, он продолжает писать книги, занимается исследовательской работой, увлекся краеведением. Он пишет не только детские книги. Из-под пера мастера вышло несколько исторических очерков о Камчатке. Периодически Павел Львович встречается с читателями, рассказывает людям о героической обороне от нападения англо-французской эскадры. На вопрос, как на все хватает времени, отвечает просто. Дети мои выросли. Чем занимаются, не знаю. Как учатся, не знаю. Нормально учатся, хорошие дети. Это во-первых. Во-вторых, по работе у меня день не до вечера. В-третьих, я занимаюсь тем, что мне интересно. Хватает ли мне на все, я не могу сказать. Я уже сказал, что я написал очень мало. Что успеваю, то успеваю. Если кому-то может показаться, что я что-то успел, но так я еще больше не успел. Писатель уверяет, что самый лучший вид литературы – детская. Потому что человек любит читать, когда интересно и понятно. Павел Калмыков считает, что даже серьезные книги, например, учебники, нужно писать именно так. Детскую литературу, я, как уже сказал, я ее всегда любил, люблю и до сих пор. Про многие книги, учебники, инструкции к холодильникам, мне кажется, они бы только выиграли, если бы их написал детский писатель. Совсем недавно, 26 ноября, Павел Калмыков стал обладателем Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. С повестью «Клад» и другие полезные ископаемые он занял первое место. В конкурсе участвовала рукопись, а вот книгу уже к лету издатели обещают представить на суд читателя. Кстати, иллюстрации к повести выполнены другом автора, известным далеко за пределами края художником Денисом Лопатиным. Тандем, по мнению редакторов, получился просто идеальный. Можно было обойтись чем-нибудь таким примерным, но нет, они дотошно к медалькам подошли, к пуговицам, а тот ли сверту, катели сапоги-ботинки, катели погоны, аксельбанты и так далее. То есть вот эти детали их тоже интересуют, и это здорово, потому что книжка-то для детей, а дети на книгах учатся. В последнем редактора поддерживают и работники Краевой детской библиотеки. В море детской литературы практически невозможно встретить что-либо о родном крае, современное и доступное малышам. Хотелось бы, чтобы как можно больше выходило книг о Камчатке и камчатских авторов, и просто о Камчатке для маленького населения нашего города. У нас была книжка, называлась «Горный огонь». Знаете, это камчатские были, вот, например, мы живем на Камчатке, и, например, ну, хочется узнать, почему Сероглазка называется Сероглазкой, да, интересно. Вот там есть были, или почему Паратунка называется Паратункой. Книжка тоже пользовалась спросом, интересно была ребятам, но, к сожалению, уже старенькая. Практически все книги Павла Калмыкова можно взять в библиотеке или приобрести по интернету. А некоторые так и вовсе скачать. Например, герои Блонеды из Королятника уже давно путешествуют в сети самостоятельно. Последнюю изданную книгу «Лето разноцветно-косолапое о приключениях медвежат на Камчатке» также легко купить в любом книжном интернет-магазине. А существует ли клад Адмирала Прайса, узнаем уже этим летом, когда в продаже появится новая книга. Людмила Крупенчик, Любовь Ермак, Новости, телекомпания «Причал». 2 февраля 43-го – памятная дата в истории нашего Отечества. Разгромом и окружением фашистской группировки под командованием фельдмаршала Пауэлса завершилась Сталинградская битва. В пятницу, в канун 70-летнего юбилея этой победы, в краевом правительстве чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Песни и мелодии военных лет, хореографические и музыкальные номера школьников – поздравления от имени первых лиц края. Традиционная минута молчания и воспоминания 200 дней и ночей кровопролитных упорных боев. В последние дни битвы, казалось, удача отвернулась от Красной армии. Судьба города и нефтеносных районов Кавказа висела на волоске. Борьба шла за каждую улицу, каждый дом. Отдельный швакзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. После битвы от красивого, уютного города остались лишь руины и битый бетон. Сталинград был буквально стерт с лица земли. С этой победы в Великой Отечественной войне начался коренной перелом. Исход войны был предрешен. Я поздравляю вас с этим замечательным юбилеем, замечательным праздником 70 лет Сталинградской битвы. Я желаю вам здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Я говорю вам слово благодарности от всех поколений, которые уже сейчас живут благодаря вам. Всего вам самого доброго, всего самого наилучшего. Ведь действительно в Камчатском крае сегодня проживают три ветерана, которые непосредственно участвовали в Сталинградской битве. Но не каждый из вас внес свой личный вклад в свою лепту в общее дело победы. Еще раз вас поздравляю с праздником, дорогие ветераны. Всего самого доброго. Только самые заметные события из жизни Камчатки. Это были новости на телеканале «Причал». В студии работала Наталья Панина. Далее в программе смотрите прогноз погоды от Камчатского гидрометеоцентра. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова